Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем создавать вот такой вот простой раздел. Думаю у нас не уйдет на это много времени. И давайте приступим к написанию кода. Хочу поблагодарить вас за вашу активность на канале. Спасибо, что подписываетесь, пишите комментарии. Отдельно благодарны спонсорам моего канала. Если вы еще не подписаны, обязательно сделайте это. Нажмите на колокольчик. И давайте приступим к созданию тега section. Укажем здесь для него класс. И внутри создаем уже привычную для нас структуру. То есть контейнер. Далее role. Внутри у нас будет call12. И заголовок у нас будет. Можем скопировать его здесь выше. Будет абсолютно точно такие же у нас классы. За исключением color1. Здесь мы меняем на color2. Для того, чтобы у нас цвет был фиолетовый. И указываем соответствующий текст для этого раздела. Как вы видите, мы сейчас скопировали все с этого сайта апперкейсом. Но мы можем здесь, естественно, написать все в нижнем регистре. Но благодаря вот этому классу текст апперкейс у нас все автоматически переведется в верхний регистр. Вот так вот быстро мы создали первую нашу строку с заголовком. Теперь создадим еще один tag role. И также у него будет mb5. Отступ снизу 5. Мы уже делали в прошлый раз такой трюк для того, чтобы добавить Merging Bottom снизу. Теперь укажем здесь call.md6 и call.sm12. Для того, чтобы у нас на средних экранах было по 6 колонок у элемента ширина. А на маленьких экранах 12. И таким образом у нас будет либо по 2 элемента, как в данном моменте. Либо же у нас будет заниматься вся ширина на смартфонах вот этими ячейками. И в таком случае они будут у нас просто идти друг под другом. Внутри создадим tag h5 с классом text center. И скопируем вот этот текст. Теперь скопируем этот элемент еще 3 раза. Добавим здесь текст, который соответствует этим разделам. Просто переносим этот текст с готового сайта. И нам нужно создать еще вот эту кнопку заказать. Давайте ее мы вынесем в отдельный roll. Здесь также у нас будет call.12. То есть на всю ширину. И создадим здесь ссылку A. Указываем в href ей решетка footer. У нас уже есть footer с этим идентификатором. И в таком случае мы будем при нажатии на данную кнопку переходить к нашему footer. Все будет выполняться плавно благодаря bootstrap. И нам здесь дополнительно никаких действий делать не придется. Укажем здесь текст заказать. И также добавим класс. btn. btn.lg text uppercase. И btn и т.д. Это наш собственный класс. Мы здесь его будем использовать. Такой же класс, как мы и создавали вот здесь в хедере. То есть данная кнопка, если вы обратите внимание, у нас является точно такой же, как мы уже и делали раньше. Можно было просто скопировать этот код отсюда. Но сейчас мы уже создали вот такой вот раздел. Сделали это очень быстро и просто, как вы видите. То есть весь наш html код уже готов. Посмотрим, что у нас получилось. И мы видим сейчас вот такой вот элемент. Единственное, нам нужно теперь добавить здесь небольшие стили для этих ячеек. И после этого наш раздел будет полностью готов. Переходим в CSS. Создаем здесь комментарий. Указываем текст. И единственное у нас здесь будет для тегов h5, которые находятся в нашем разделе, который мы только что создали. Два свойства. Это padding 50, внутренний отступ. И бордер мы скопируем вот отсюда. Точно такой же бордер, за исключением цвета. Цвет здесь будет color 1. Как вы видите, благодаря переменным мы очень легко здесь эти цвета используем. И если вдруг они нам не понравятся, мы вот здесь их можем поменять в любой момент. Два этих цвета. И вся наша цветовая палитра сайта здесь изменится. Потому что везде мы используем эти переменные. За исключением некоторых моментов, как вот здесь, например. Просто серый цвет мы указали здесь таким образом. При необходимости также можно и для него создать, например, какую-то переменную и указывать ее здесь с помощью var. И сейчас мы видим вот такой вот результат. Мы добавили здесь padding со всех сторон по 50. Добавили рамку бирюзового цвета. Кнопка у нас уже была заранее создана. Поэтому мы ее просто скопировали. И она у нас здесь готовая появилась. И эта кнопка при нажатии, как вы видите, плавно перебрасывает нас к футеру. Также делает наша кнопка вверху. И мы плавно переходим к нашему футеру. Как вы видите, этот раздел мы сделали очень быстро и просто. Здесь не было никаких особенных элементов, которые нам потребовалось бы делать долго. Поэтому мы использовали то, что уже знаем. Мы добавили здесь call.md и call.sm для наших ячеек, чтобы все у нас корректно отображалось на разных экранах. И если мы сейчас просмотрим, то мы видим, что у нас отображается по два столбца до того момента, когда у нас уже экраны становятся sm. То есть маленькие смартфоны или смартфоны в горизонтальном положении. И здесь, как вы видите, уже все выстраивается в один столбец. И у нас полностью адаптивная версия нашего сайта создается очень просто. В CSS у нас написано всего лишь чуть больше 100 строк, как вы видите. Но благодаря Bootstrap, Bootstrap'овскому JavaScript файлу, в котором также очень много скриптов, мы можем очень легко и просто создавать такие вот адаптивные сайты быстро и просто. Я надеюсь, данное видео вам понравилось. Обязательно оцените его, напишите свои комментарии, делитесь с друзьями. И до скорых встреч в следующих уроках.